МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как бы мы ни говорили, в домах-интернатах мы воспитываем издевенца. А в семье он приобретает навыки, и когда он входит во взрослую жизнь, он более приспособленный и коммуникабельный. Сирот приоритетных нагерунков – удосконаливание медицинской допомоги. Пытание настолько актуальное, что в программе демографичной безопасности навык продугледжена специальная подпрограмма – умасование здоровья и повеличение протяглости життя. Хоть обмежовывать проблему только медицинскими аспектами, усё ж таки нельга. Проблема, конечно, не только в здравоохранении, безусловно. Это и в воспитании, традиции народа. Понятно, что одним только здравоохранением мы эту ситуацию не изменим. Это начинает школа, воспитание женщин, девочек и так далее. Это настолько многогранная проблема. Летость на Гомельшине активизовалася деятельность наглядельных комиссий, основная задача яких – выявлять и своечасово ликвидовать факты, которые вплывают на безопасность людей в жилых помешканьях. Не меньше актуальная проблема – снижение у зровнюсь мяродности процесса дольного насильства у вынику гибели от несчастных выпадков на вытворчасти, у дорожно-транспортных здарениях, у вынику отручваний. Полюшение ситуации тут задача агульная, а лея основная нагрузка на органы внутренних справ. Мы работаем прежде всего на предупреждение гибели людей. Это и в дорожно-транспортных происшествиях, это и предупреждение утоплений, работаем совместно со сводом, это и предупреждение бытовых убийств, то есть предупреждение гибели. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщине завершилась регистрация кандидатов у депутата и палаты представников национального схода Беларуси пятого скликанья. Во усех 17 округах на сегодняшний день больше за одного претендента. Огульный конкурс на депутатское кресло от Гомельской области складает свыше трех кандидатов на место. На посаджениях округовых выборчих комиссий, которые прошли на переддни, зарегистрировали не всех, у некоторых претендентов были проблемы с оформлением документов. У вынику с 68 человек борьбу за депутатский мандат протягивают 55. Их выступления у теле и радиоэфиры начнутся в понеделок 27-го жнивня. Всю информацию мы будем поведомлять у новинах. А кроме того, ее можно будет найти на сайте телерадиокомпании «Гомель». ТВР «Гомель.Биуай». Основный день выборов, нагадаем, призначенный на неделю 23-го вересня. Подаденных Минсельгаз Харчу зараз сборжевые культуры на Гомельщине убраны больше, как на 95% площадью. Огульный намолот покуль складает 962 тысячи тонн. Сирот культур, якими селеты начали активно займаться в господарках Гомельщины – гречка. И хоть подаденных Минсельгаз Харчу покульена убрана только на 11% площадью, а лёжи зараз можно казать об ей экономичной эффективности. Гречка – культура для Гомельщины не только веньми уже традиционная, а и редко её назвать тяжко. У господарка, где занимаются выращиванием гречки, кажуть об ей достаточно высокой рентабельности. У экспериментальной базы «Пянчин» гречки занимаются три годы. За этот час площадь под ей повеличили больше ку-пять разов. Кажуть, веньми выгодная культура, головное – правильно доглядать. То есть удобрение необходимо выкористовывать обовязково, а для веньми осторожно, иначе пчёлы на этой палетке николи не прилетят. Гэта увогу я соблюсь гречки. Без пчёл ничего не отрымливается, а тому и сеять и мкнуться ближе до насильных пунктов. Мы как бы стараемся размещать гречиху ближе к населённым пунктам, где-то в частном секторе нашей пасеки хозяйства, чтобы пчёлы хорошо работали. Если вдруг не получается, где-то поле отдалено, тоже договариваемся, люди завозят туда улей, свои пчёлы, и пчёлы там работают. На сегодняшний день державный заказ по реализации гречки у экс-бази «Пянчин» выконали наполовину. Кажуть, чекали, пока на дворе станет больше сприяльным для жнива. У тем, что державный заказ будет выконан в полном объёме, у господарства сомнений не унима. Тем больше, что культура оказалась рентабельной. Закупочная цена на гречку самая высокая из родзбоживой группы. Рентабельность в этом году её составляет где-то 20%. По сравнению с другими культурами, цена её 3 млн 200-3 млн 700 за тонн, в зависимости от качества приёмки культуры. По сравнению с другими, пшеница 2 млн, ну и все остальные намного меньше культуры, чем гречка. Мы гречкой занимаемся уже третий год и собираемся в дальнейшее время, будем тоже работать с этой культурой. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадо компания «Гомель», Будакашалёвский район. Сегодня у областным центра с працованным визитом находится надзвичайный и полномоцный посол Китайской народной республики у Республицы Беларусь с подар «Гундзяньвэй». По традиции, первым пунктом программы наведывания «Гомельщины» стала офицейная встреча со старшинёй гомельского аблывы конкама Владимиром Дворником. За шесть месяцев бягучего года объём внешнегандлёвого обороту «Гомельщины» с Китайской народной республикой склав 38,5 млн долларов США. На экспорт идея сельско-господаршая техника, шерсть, дрот с железа и іншые. Основными крыницами импорта з'являются выробы с камяню, плиты и листы с пластмассы, помпы, компрессоры и т.д. Однако гэтым потенциал взаимовыгодного супрацовніства далёко не вычерпаны. «Гомельщине» ещё есть, что пропоновать. Завтра у рамках визиту с подар «Гундзяньвэй» наведает неколькі промысловых предприємства областного центру. У приватности «Гомельский завод сельско-господаршого машинобудавання «Гомсельмаш» и открытое акционерное товарыство «Молочные продукты». «Гомельская область – это очень развивается сильно взаимное сотрудничество. Это не только на межрекональной основе, но и по всему масштабу нашей взаимосвязи. Но это касается проекта, который мы имеем в виду уже в этом году начать. Это строительство и модернизация дорожной дороги М5, а также электрификация железной дороги. Есть ещё и другие проекты, например, целлюлозный комбинат, а также и картонный комбинат. Но дальше мы хотим ещё дальше развивать наши связи». На их прационных местах ляжать усимахшимые паперы и бланки со шматликими графиками, личбами и процентными увеличениями. Простому обывателю разобраться тут будет достаточно складано. Своё профессийное свято сегодня означают работники державной статистики. Они докладно ведают, что, где, коли и кольки было сделано. А эта информация, между прочим, позволяет зазернуть в будущем, каким чином доведались наши корреспонденты. Державная статистика и сегодня застаётся главным поставщиком докладных и объективных даденых об развитии краины во всех сферах ее життедейности. Виновата эта информация позволяет прогнозовать те и эти иншие показчики, а также распроцовать планы развития экономики, промысловости, сельской господарки и т.д. Демографическая статистика, в принципе, предусматривает собой сбор отчётности, её анализ по следующим направлениям. По количеству браков заключённых, по количеству распавшихся браков, по количеству числа родившихся, умерших. По состоянию на 1 января 2012 года численность населения в Умельской области, зарегистрированная, составила 1 млн 429 тыс. человек. У поравнанні с 2009 годом гэтая лишба поменьшилася на 11 тыс. А вот, например, зараз у одним из отделов уголовного управления статистики Гомельской области лядзется сбор даденых об померы середнемесячной заработной платы за липень. По оперативных даденых он склав 3 млн 760 тыс. белорусских рублёв. Гэта другие повеличения показчик сирот областей краины. Размер средней заработной платы за июль по Гомельской области по сравнению с июнем в номинальном исчислении вырос на 157 тыс. рублей. Реальная заработная плата, которая характеризует покупательную способность средней заработной платы с учетом роста цен на товары и услуги в июле по сравнению с июнем увеличилась на 3,1%. И так, каждый месяц, лишь бы за лишь бы, процентные увеличения и подведения выников. Усё для планомерного развития краины и поляпшения життя и ее насильництва. Евгения Кимцова, Александр Харлампов, Телерадио, компания Гомель. Электронный запис на прием до урача з'явится во усіх поликлиниках областного центра до конца бягучего года. На ГТМЭты с бюджету выдатковано около 220 миллионов белорусских рублёв. Сродки будут накерованы на набытье компьютерной техники и программного забеспечения. На сайтах усіх поликлиник Гомеля будет установлена программа регистратура, где будут находиться электронные карты пациенту. Зараз подобная послуга существует только в филиале Гомельской центральной городской детячей поликлиники. Запись на прием до специалистов вядется празинтернет. Практика показывает эффективность такого подхода у работе с насильництвом. Подобная форма работы дозволяет зэкономить вольный час людей и поменьшить нагрузку на регистратора. После укоронения электронного записа информатизация медустанов протягнется далей. У приватности зараз обмерковывается питание дистанционных консультаций, альбо так званой телемедицины. У Палаце культуры Чугуношников открылась знаменальная выстава «Мостаки Гомельщины-2012». На ней свои работы презентовали свыше 35 аутеров. Экспозиция представляет собой панораму сучасного мастатства Гомельщины. Она захопляет майстерством и уникальными вобразами, у яких отшуваются пульсования 21-го стагодзя. Свыше 70 работ во усіх видах и жанрах выявленного мастатства отлюстровывают особливые рисы творчості наших земляков. Наведвальникам выставы предоставилася махчимость своими вачима убачить объективный зрез сучасного стану Гомельского мастатства. На этом умении все. С вами была Светлана Князева. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok